Все животные не похожи друг на друга. Видов животных на нашей планете настолько много, что этим занимается целая наука, которая называется зоология. Учёные-зоологи разделили всех животных на группы. Так их легче изучать. Рассмотрите фотографии птиц. Птицы — одни из самых распространённых животных на Земле. Они обитают везде — и в воздухе, и на суше, и в воде, в горах и даже на ледяных просторах. Одни птицы совсем крошечные, другие, наоборот, очень большие. Тело птицы состоит из головы, шеи, туловища, передних и задних конечностей и хвоста. Крылья — это передние конечности, а ноги — задние. На голове расположены органы чувств и ротовая полость. Челюсти заканчиваются роговыми покровами, образующими клюв. Тело птиц покрыто перьями. Большие перья на крыльях помогают птице летать. Перья на туловище защищают тело. Перья хвоста позволяют птице держать равновесие, делать повороты, остановки. Перо — это главный признак птиц. У других животных такого признака нет. Но не все птицы умеют летать. Есть птицы, которые не умеют этого. Например, пингвины и страусы. Хоть пингвины и не умеют летать, они прекрасно ныряют и плавают. Рассмотрите фотографию. Это рыбы. Они тоже относятся к животным. Рыбы живут в воде. Они отличаются от других животных. Рыбы прекрасно приспособлены для жизни в воде. Тела их обтекаемы, чтобы было легче плавать. Плавники и хвост помогают рыбам плавать. Дышат рыбы с помощью жабр. Жабры устроены таким образом, что могут удерживать кислород. Тело большинства рыб покрыто чешуей. Рыбья чешуя растет всю жизнь. Есть рыбы, которые могут жить только в морской соленой воде. Такие рыбы называются морскими. Это акула, морской окунь, треска, камбала. А есть рыбы, которые живут только в речной воде. Их называют речными рыбами. Это щука, сом, карась, ерш. Рассмотрите картинки. Это насекомые. Они обитают в почве, на земле и в воде, в воздухе, везде. Насекомые отличаются от других животных тем, что у них шесть ног, пара усиков, тело, которое состоит из трех частей. Это голова, грудь и брюшко. У большинства есть одна-две пары крыльев. Шесть ног – это главный признак насекомых. У других животных такого признака нет. Следующая группа животных – звери. Отличительным признаком большинства зверей является шерсть, которая покрывает тело. Количество шерсти на теле зверей может быть разной. У лисы ее много, а у слона – мало. Это зависит от того, где зверь живет и какой образ жизни ведет. И еще звери выкармливают своих детенышей молоком, поэтому их еще называют млекопитающими. Рассмотрите, из каких частей состоит тело млекопитающих. Это голова, шея, туловище, хвост и ноги. А как вы думаете, почему у одних млекопитающих шея длинная, у других на спине горб, или у некоторых зверей пушистый хвост? Дело в том, что особенности строения тела млекопитающих связаны со средой их обитания. Например, длинная шея помогает жирафу доставать еду с самых высоких деревьев, причем самую свежую. В жаркой африканской саванне, где обитают жирафы, самые свежие зеленые листья растут на верхушках деревьев. А горб верблюда – это хранилище запасов пищи. Верблюд живет в пустыне, и ему трудно искать пищу и воду. А запасов жира в горбу верблюду хватает примерно на две недели. В течение этого времени он может ничего не есть и не пить. Белка проводит свою жизнь на деревьях. Она пользуется своим пушистым хвостом, как парашютом. Когда она прыгает с дерева на дерево, то расправляет хвост, который поддерживает ее в воздухе и помогает сохранить равновесие. Все животные разные. В естественных условиях эти животные живут далеко друг от друга. Но есть такое место, где различные животные могут обитать рядом и не мешать друг другу. Это место называется зоопарк. Зоопарк или зоологический парк – место, где содержат диких животных, чтобы люди могли узнать о животных больше, наблюдая за ними. Здесь можно увидеть животных, которые живут не только в нашей местности, но и в дальних странах. В нашей стране очень много разных зоопарков. Самые известные зоопарки находятся в больших городах – Новосибирске, Москве, Ижевске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...